Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Один из 70 добрых поступков анапчане совершили в сквере боевой славы. Матрасы, надувные круги, гидроциклы и катамараны. На пляжах Анапы прошла очередная проверка. Социально-экономическая сфера, актуальные проблемы и перспективы развития города-курорта и города-воинской славы. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко отчиталась о выполненной работе за первое полгодие 2013 года. Подробности у Светланы Авиловой. Отчитываясь об основных показателях социальной политики за первое полугодие, заместитель главы курорта Людмила Гузенко начала доклад с результатов работы в сфере молодежной политики. Управлением по делам молодежи в этом году проведено 3100 мероприятий, в которых приняли участие около 73 тысяч человек. Самыми яркими и запоминающимися стали игры Анапской лиги КВН, проведение военно-патриотических акций, студенческих конкурсов, таких праздников, как День защиты детей и День молодежи. По количеству и качеству молодежных мероприятий в Краснодарском крае город-курорт вошел в пятерку лучших. Также Анапа стала победителем краевого конкурса по реализации закона 1539. На 40% сократилось количество подростков, употребляющих наркотики, и на 52% употребляющих алкоголь. Культура в Анапе тоже одна из лидеров. Ежегодное проведение многих масштабных фестивалей – это инвестиционная привлекательность курорта, подчеркивает заместитель главы. В Анапе работают 37 клубных учреждений и 27 библиотек. На сегодняшний день зданий, которые можно было бы назвать аварийными, в отрасли культуры нет. Три учреждения требуют капитального ремонта. Все они находятся в сельских округах – в станице Благовещенской, на хуторе Чекон и в селе Гайкадзор. В Благовещенской направлены заявки на софинансирование в Министерство культуры, но уже в августе месяце начинается ремонт кровли этого клубного учреждения. В хуторе Чекон, Первомайской ЦКС, проводятся ремонтные работы по замене кровли, укреплению второго этажа, поддель и кружковых полок. В Долгой культуры села Гайкадзор проводится замена кровли, ремонт внутренних помещений. Одна из самых важных – отрасль образования. В Анапе работают 32 общеобразовательных учреждения, 29 из которых – муниципальные. В них учатся 17 240 школьников. Детских садов на курорте – 42. Они рассчитаны на 6912 ребятишек. По-прежнему самой актуальной темой остается вопрос устройства детей в детские сады. Сейчас на очереди стоят 7105 детей. В этом году проведена большая работа по оформлению ребятишек в садике с помощью единой электронной очереди. Уже сегодня родители могут поставить своего ребенка на учет в очередь для получения места в дошкольном учреждении через интернет, который работает на сайте управления образованием. За этот год администрация запланировала ввести 627 новых мест. Проведенные капитальные ремонты в детских садах показали, что это число будет выше за счет введения дополнительных мест. Идет строительство нового детского сада на Субсехском шоссе, а также оформление земельных участков по строительству еще двух детсадов. Что же касается здравоохранения Анапы, то это 16 медицинских учреждений. Одна из главных задач, которая стоит перед здравоохранением – это профилактика. В Анапе работает Центр медицинской профилактики, признанным одним из лучших в Казанодарском крае. И он реально берет на себя большую часть работы по раннему выявлению таких социально значимых заболеваний, как сахарный диабет, артериальная гипертония, шимическая болезнь сердца. По поручению главы курорта Сергея Сергеева, Дни здоровья, проводимые в сельских округах, позволили жителям получить консультации многих узких специалистов, пройти диагностику на современном оборудовании. Всего было осмотрено 6 тысяч человек, у 2 тысяч были выявлены серьезные заболевания. По завершении доклада Гузенко, мэр Анапы Сергей Сергеев отметил, администрация будет вести переговоры с крупными застройщиками для выделения квартир медработника. Также дал поручение главам сельских округов изыскать на своих территориях для медиков земельные участки. В целом, отчет заместителя объемный. Видно, что работа в городе в социальном плане проведена немалая. Но есть и серьезные недоработки, которые необходимо исправить в ближайшее время. Подытожил глава курорта. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа-регион. В Анапе стартовала акция «70 добрых дел любимому городу», посвященная 70-летию освобождения Анапы и Анапского района от немецких войск. Одно из первых добрых дел совершили анапские волонтеры. Убрали сквер боевой славы. Разные этапы акции направлены на разные добрые дела, чтобы было чище, лучше и хорошо в нашем городе. Вот сегодня в сквере боевой славы здесь пришли волонтеры, школьники-то несовершеннолетние, и Управление по делам молодежи помогло им организоваться. И вот это второе доброе дело. Вся акция началась в субботу. Вот там состоялось первое доброе дело, а сейчас второе доброе дело. Я думаю, еще осталось на 68 добрых дел. То есть еще есть куда стремиться. Студенческие и школьные советы сразу откликнулись на акцию. Активисты учебных заведений предложили свою помощь. Школы номер 11, 5 и 6 прислали волонтеров в сквер боевой славы. Когда нам предложили убираться здесь, я сразу же согласился. Так как мой дедушка тоже воевал в Великой Отечественной войне, я решила отдать дань ему и всем, не пришедшим с войны. Я считаю, что уборка памятников – это дело нужно. Мы пришли сюда с ребятами, чтобы убрать памятник, чтобы было чисто, красиво и хорошо. Чтобы люди могли проходить и любоваться от всех рассудов. Запланировано еще много других дел. Помощь ветеранам, наведение чистоты и порядка в памятных местах города, у Вечного огня, в скверах и у памятников воинам-освободителям. И к другим темам. Спасатели Муниципальной службы спасения и Кубань-Спас провели очередную профилактическую проверку на анапских пляжах. В центре внимания – поведение отдыхающих на воде и у воды. О том, что на пляже хорошо и что недопустимо, расскажем прямо сейчас. 25 километров водной глади спасатели патрулируют в акватории от пляжа на спуске 40-летия Победы до пляжа Витязева. Самый популярный среди отдыхающих – центральный пляж. Много людей, много аттракционов, нарушений тоже много. На первом месте в рейтинге – отдыхающие на матрасах. Чтобы не сносило течением в море, привязывают плавсредства к бойкам. На втором месте любители морских прогулок на катамаранах выходят за безопасную зону. Такое нарушение не представляет опасности, пока на море не разыграется шторм. Спасатели говорят, иногда от полного штиля до бури 15-20 минут вернуться на базу за это время на катамаране невозможно. Самые смелые и умелые – мастера спорта по плаванию. Причем через одного. На замечании и просьбы спасателей вернуться к берегу реагируют жестко и как-то не по-спортивному. Задача спасательной группы – каждый день предупреждать купающихся, не заплывать за бойки, напоминать хозяевам водных аттракционов, провести технику безопасности и проинструктировать отдыхающих. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. И новости спорта в завершении выпуска программы. На 27-й летней универсиаде в составе сборной России участвовали пять анапчан. Выступили удачно. Золотую медаль в копилку пляжного волейбола внесла Евгения Уколова. Бронзовую в этой же дисциплине завоевал Константин Семенов. А седьмое место в пляжном волейболе занял Сергей Прокопьев. Елена Белова и Елизавета Гончаревская в составе сборной России по хоккею на траве поднялись на вторую ступень пьедестала почета. Встречала звездных участников универсиады Лариса Басова. На вокзале станции «Тоннельная» спортсменов ждали родные, болельщики, коллеги по спортивному цеху и, конечно же, те, благодаря кому они получили путевки в большой спорт. Миллионы россиян примкнули к экранам телевизора и смотрели, как выступают наши спортсмены. И мне, как президенту федерации хоккея на траве Краснодарского края, президенту спортивного клуба смены по хоккею на траве, очень приятно, что наши воспитанницы достойно представляли Российскую Федерацию. Роман Насибович рядышком со мной сегодня встречает наших хоккеистов, потому что львиная доля заслуг в развитии хоккея на траве легла на его плечи. Он много сделал для этого и сегодня по праву разделяет со мной здесь эту радость. Серебряная медаль – это достойно. Я надеюсь, что девчата, она больше способна. Когда-нибудь этой медали же Олимпиада будет уже. И всех поздравляем, и Анапа, и вас всех вместе. Я думаю, что оправдаем доверие дальнейшем. Поезд прибыл. Всем хотелось поздравить призеров универсиады, которые стали гордостью нашего города. Ура нашим замечательным спортсменкам! Все мы следили за игрой нашей команды. Радовались, когда российские хоккеистки выиграли у сильнейшей команды из Японии, которую считали главными соперниками. Но вот команде из Кореи уступили. В итоге у россиянок серебро. Первое интервью серебряных призеров нашему телеканалу. Защищали хорошо, упорно. До конца совсем не смогли защитить ее, так как второе заняли. Хотелось бы первое, но старались. Как мы и ожидали, кореянки также были очень быстрыми, юркими. Мы готовились, мы это ожидали, но, видимо, чего-то не хватило немножко. Сейчас будет восстановительный период, я думаю. Немножко восстановимся. Потом продолжим чемпионат России со своим клубом. Также зарабатывать очки, стремиться все выше, выше и выше. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. А мы напоминаем нашим телезрителям. В четверг, 18 июля, в 19 часов на нашем телеканале пройдет прямой эфир с мэром Анапы Сергеем Сергеевым. Тема обсуждения – социально-экономическое развитие Анапы. Сергей Павлович ответит на вопросы анапчан. Позвонить в студию телерадиокомпании «Анапа. Регион» и задать свой вопрос можно по телефону 5-86-55. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торговый центр «Алиса». Всегда удачный шопинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шопинг. Кто-то не любит шопинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 18 июля, в Анапе сохранится жаркая солнечная погода. Температура воздуха в дневные часы плюс 26-28, ночью до 23 градусов по Цельсию. Ветер северный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 25 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. «Близость к морю». Срок сдачи — четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом.